Девушки отдыхают В этот же день Александр Вилкул посетил открытие в Ильичевске резервуара чистой воды с насосной станцией, которая обеспечит централизованным водоснабжением жителей города. Еще одним важным пунктом в насыщенной одесской программе вице-премьера стало участие в работе выездного заседания коллегии Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период. В конце дня вице-премьер-министр Украины посетил Одесское государственное областное телевидение и в прямом эфире поделился со зрителями впечатлениями от визита, выводами и планами. На Украине идет подготовка к большому празднику спорта. Это к финалу Европейского первенства по баскетболу Евробаскету 2015. Самое главное мы должны помнить, что это пятое по значимости спортивное событие в мире и второе по массовости спортивное событие на европейском континенте. После футбольного евро, которое Украина успешно приняла в 2012 году. Ряд городов трагически, я считаю, не получила права на проведение футбольного евро 2012. Это в том числе и город Одесса. Но ничего, сейчас есть возможность наверстать при подготовке к Евробаскету 2015. Что это даст Одессе? Берем аэропорт. Сегодня аэропорт Одессы является южными воротами Украины. Динамично увеличивается пассажиропоток. В этом году он заснегнет до миллиона пассажиров. В рамках подготовки к Евро 2015 реализуется очень большой проект. Причем за государственно-частное партнерство, то есть за деньги как бизнеса, так и государства. Так бизнес построит терминал. Это само здание аэропорта. Современная, серьезная, почти 30 тысяч квадратных метров, которая будет иметь и зону отлета, и зону прилета, международные рейсы, внутренние рейсы, зону ожидания для того, чтобы транзитным пассажирам было удобно. То есть современнейший терминал. Что сделает государство? Государство построит полностью новую взлетно-посадочную полосу. Это будет 2800 метров длина и возможность приема самолетов с большой нагрузкой. Сегодня Одесский аэропорт, полоса позволяет только летать на среднемагистральные рейсы. Это Европа и Россия. Новая полоса даст возможность Одесскому аэропорту, практически третьему аэропорту в стране, выполнять рейсы на длинномагистральных линиях. Это уже Америка, это уже Бангкок, Азия и так далее. Дальше уже будет зависеть от менеджмента аэропорта, какие он привлечет рейсы. То есть я думаю, что потенциал Одесского аэропорта до 2,5 миллионов. Для Одессы это важно как для бизнес-центра нашей страны, как для туристического центра нашей страны. Это большой проект, который может быть катализатором роста. Я уже не говорю о том, что можно в дальнейшем привлекать и грузовые перевозки, становиться хабом или перевалочным пунктом, что даст еще дополнительные рабочие места и дополнительный заработок. Второе. Это мультифункциональная арена. Мультифункциональная арена, которая в формате спортивных событий будет иметь около 6 тысяч посадочных мест, в варианте концертов более 7 тысяч посадочных мест. Мы не должны воспринимать в первую очередь арену как спортивный зал, в котором будут соревнования. Там, во-первых, могут быть и соревнования, конечно, более чем по 100 видам спорта. Но это концерты любого уровня. Сегодня ведущие мировые исполнители не могут приехать в украинские города, потому что просто банально нет залов. Здесь появится возможность посещения лучших мировых исполнителей. Такие исполнители, как Бьонс, Мадонна, они приезжают только в такие залы. Второе. Это возможность проведения бизнес-конференций и выставок для Одессы, как для делового центра. Это очень важно. Ну и, конечно, соревнования. На таких аренах в Европе, в Америке проходят 270-280 событий в году. То есть фактически это такой еще один кластер экономики, которого до этого не было. Плюс строительство тренировочной базы, которая будет использоваться при проведении самого турнира. И впоследствии государство ее передаст в коммунальную собственность города Одессы. Это современная спортивная база на четыре зала, построенная полностью по европейскому принципу, в которой будет создана Дю США европейского уровня, тоже по нескольким видам спорта, в котором будут готовиться наши будущие чемпионы, будущие спортсмены. И самое главное, дети уйдут с улицы и пойдут заниматься спортом. Плюс будет выделено дополнительное финансирование, около 200 миллионов гривен. Это не такая маленькая цифра, фактически это годовой бюджет на дороги города Одессы, на проведение благоустройства. Какие меры предусматриваются для предотвращения критических ситуаций? Ну и в принципе, как вообще в целом идет подготовка к отопительному сезону? Этот вопрос волнует сегодня всех. Вопрос подготовки к зиме – это главный вопрос, который сегодня рассматривался на коллегии жилищно-коммунального хозяйства, которая проходила в Ильичевске. Мы все понимаем, что ЖКХ – это самая сложная отрасль в Украине. И мы все прекрасно понимаем, что за 20 лет не стали новее трубы, ни тепла, ни водоснабжения. И жилфонд наш тоже не стал новее. Но работать надо, и работать надо качественно. И надо вовремя начинать отопительный сезон и подавать тепло в дома. Штаб начал работу, и подготовка к отопительному сезону началась, как только закончился отопительный сезон 2012-2013 года. То есть каждый город, каждая область имеют конкретные планы. Более из тысячи мероприятий план по каждой котельной, по каждому дому, по каждой трубе. А сегодня могу сказать, что в целом по Украине есть, конечно, вопросы. И сегодня прозвучало на коллегии много критических замечаний. Но тем не менее, у нас подготовка к зиме сегодня выполнена уже на 87% при плане менее 80%. То есть пока идет опережающими темпами. Задача какая? Значит, на 1 сентября на 100% иметь подготовленные к зиме с паспортами готовности. Это, кстати, нововведение в этом году. Раньше был просто отчет местного органа власти. Сегодня должны быть паспорта готовности. Подписаны инспекции по сетям и инспекции по энергонадзору. То есть на 1 сентября на 100% школы и детские садики должны быть готовы. Одесская область, кстати, готова на 100%. По дошкольным учебным заведениям Украина на 98%. Восемь, но поставлены конкретные задачи, есть планы до 1 сентября. Я думаю, Украина будет на 100% готова. Для чего? Для того, чтобы детки могли с 1 сентября пойти в школу, пойти в детские садики, не испытывали неудобства, что кто-то рядом что-то сваривает или готовится к зиме. То есть в этом плане у нас все хорошо. До 1 октября должны быть полностью готовы все другие объекты. Это больницы, социальные объекты и каждый жилой дом. На сегодняшний момент уже по отчетам областей 170 тысяч домов в стране из 240 тысяч. Готовы к зиме многоквартирных домов. Паспорта готовности, подписанные всеми инспекциями, есть на 150 тысяч. Потому что отдельный вопрос был ускорить подписание паспортов. Потому что одно дело отчета, а другое дело иметь уже чуткий паспорт о готовности. Мы уже коснулись вопроса. Он беспокоит, опять-таки, я повторюсь, всех и каждого вопроса тарифов. Что будет с тарифами и что необходимо сделать для их стабилизации? Позиция правительства однозначно. Тарифы должны быть стабильными. Никакого повышения тарифов в этом сезоне не будет и быть не должно. У нас она на электроэнергию стабильная. У нас инфляции нет. Нет предпосылок для повышения тарифов. Порядка 90-92% тарифов на воду и на тепло регулируют государства. Но около 10%, а это, как правило, маленькие города, селы, находятся в регулировании местных органов власти. И практически в каждом регионе Украины были попытки повышения тарифов. Могу сказать, что мы занимаемся этим вопросом уже две недели очень детально. Работаем с местными органами власти, просим мэров, обращаемся к депутатам местным советам, которые принимали решение. И уже более чем в 50 населенных пунктов тарифы возвращены на тот же уровень, на который он был. Это если говорить про этот отопительный сезон. Теперь, что нам надо сделать на перспективу, для того, чтобы тарифы не подорожали не сегодня, а послезавтра? Только энергосбережение. Нет другого варианта. Это переход на альтернативные виды топлива. Это установка новых энергосберегающих котлов с более высоким КПД. Это установка специальных горелок. Около 60% себестоимости тепла — это газ и около 10% электроэнергия. Нет другого механизма, кроме энергосбережения, для того, чтобы послезавтра тариф не поднялся. Визит вице-премьера Вилкула был направлен на то, чтобы действительно со стороны Кабмина, со стороны правительства с одной стороны проконтролировать, с другой стороны посмотреть за теми процессами, которые происходят в Одесской области, в городе Одессе по таким важным вопросам, которые беспокоят, наверное, многих одесситов и имеют отношение к жизни нашего города. Это, с одной стороны, ЖКХ, это, с одной стороны, будет ли Одесса с теплом, будет ли она с газом, как одесситы проведут, скажем так, зимний период. С другой стороны, оно касается таких важных вещей, как строительство аэропорта, вещей, которые вызывали не однажды, скажем так, резонанс, различного рода кривотолки. Но, если остановиться на аэропорту, факт остается фактом. На данный момент все началось строительство терминала, начинается строительство полосы. И я уверен в том, что к 2015 году Одесса окажется современным аэропортом, который даст возможность действительно превратиться нашему аэропорту, в том числе южными воротами нашей страны. То же самое касается и вопроса Евробаскета. Евробаскета, площадка готова, все, что касалось, все, что необходимо было от областной администрации, города Одессы, от местных властей, все это выполнено. И теперь мы ждем к тому, и я вижу, что инвестор приступил к строительству дворца спорта, и у нас есть уверенность в том, что у нас пройдет Евро-2015. Кстати, и что мы все понимали, вице-премьер убедился в том, что отставаний от графика у нас нет, четко расписанного графика. И я думаю, что дворец спорта у нас будет построен, и мы достойно примем Евро-2015. Если говорить про тарифы, то тарифы, я обречаюсь к нашим телезрителям, должен донести еще раз позицию Кабмина, позицию премьер-министра господина Азарова о том, что не тарифы не будут повышаться. Кто повысит тарифы, тот будет, тот местный руководитель, я думаю, останется просто-напросто без работы. Это жесткая позиция правительства, и областная государственная администрация будет контролировать, чтобы это так и происходило. Конечно же, очень важным вопросом, которым Одесса движется далеко вперед, и, с другой стороны, была необходимость проверить, убедиться в этом, это, конечно же, с точки зрения строительства жилья, доступного жилья. И посетивший, скажем так, одну из строительных площадок, вице-премьер остался доволен. Ну и заканчивая наш визит, я бы хотел, визит вице-премьера, хотел бы прокомментировать открытие, это первое в Украине, открытие емкости на то, что весь город Ильичевск теперь будет, раньше он был, город Ильичевск, очень зависим от того, как поступает вода по той единственной ветке из Одессы. И поэтому возникало очень много вопросов, очень перебои были, мог город оставаться без воды, поэтому они пошли по пути, что они сделали суперсовременное, скажем так, дело, я бы назвал дело современное, это была сделана огромная емкость, которая наполнена водой, и если есть какие-то перебои, не дай бог возникнут, Ильичевск будет просто-напросто получать воду из этой экологически чистой, вот с этой емкости. И этим вопросом, знаете, это первая в Украине такая емкость, она самая большая, это именно то, когда мы говорим про пятна вода, чистая вода программа, вот город Ильичевск это все продемонстрировал, и стал пионером во всех этих процессах. И как бы подводя итоги, я бы хотел сказать, что это была конструктивная поездка, которая, еще раз говорю, была направлена прежде всего на инспектирование таких объектов, как аэропорт, как дворец спорта, и действительно и проведение совещаний с точки зрения и обращения внимания, что недопустимость повышения тарифа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова